Под парусами закрыли сезон. В Магнитогорске состоялись традиционные соревнования по парусному спорту. На воду вышли ребята разного возраста. Там за парусной регатой наблюдала наша съемочная группа. Со знанием дела Александр Макунин готовит свое судно к выходу на воду. Парусным спортом мальчик занимается уже два года. Этим летом за штурвал села и его младшая сестра Виктория. Я пришел осенью. Тогда мы еще ничего не умели. И мы ходили на больших яхтах и нам постепенно все рассказывали. Вика пришла летом. И она тоже ничего не умела. Ее сначала без паруса на этом оптимисте. Потом у нас с парусом. Вот. И уже начала сама ходить. Кроме управления судном, ребятам сначала пришлось и выучить теорию. А тут немало слов и понятий, которые и взрослые запомнят с трудом. Ну, шкоты, парус, оттяжка гика, шпринтов, оттяжка шпринтова. Ходить, подбирать шкоты, ставить парус. Сегодня Саша и Вика – одни из участников соревнований, посвященных закрытию сезона. Перед стартом все спортсмены обязательно получают инструктаж от тренера. Стартуете. Оптимистчики. Первый знак огибают. Потом какой знак огибают? А. Один. А. Потом опять первый, второй, третий, четвертый. И финишируете вот здесь. Чтобы отправиться на дистанцию, лодки спортсмены самостоятельно спускают на воду. Где-то в одиночку, а где-то целой командой. Стартуют спортсмены друг за другом. Дистанцию проходят тоже вместе. Только соревнуются каждый в своей возрастной категории и классе лодки. Самые маленькие дети гоняются на оптимистах. Это возраст до 14 лет, начиная с 9. Кадет – это 14-18. 420 – 18+. Можно и более, так сказать, юные дети могут гоняться. Луч – это тоже юноши 14, ну и дальше без ограничений. Дистанция у каждого разная. Как правило, это треугольник, петля прямая. То есть они идут сначала против ветра, потом идут полными курсами, снова лавируют против ветра и финишируют. Всего на старт в этих состязаниях вышли 20 оптимистов, 3 кадета, 8 лучей и около десятка ракет из Магнитогорска, Снежинска, Озерска и Миаса. Для большинства ребят этот сезон получился удачным и продуктивным. Удачным. Магнитогорские спортсмены участвовали в ряде всероссийских соревнований, в том числе вошли в десятку сильнейших. Я считаю, что магнитогорский спорт парусный очень сильно прогрессирует с каждым годом. И я уверен в том, что с каждым годом будет все лучше и лучше. Несмотря на то, что соревнования закрывают сезон, выходить на воду спортсмены будут еще до середины октября, пока позволяют погодные условия. А после ребята приступят к занятиям в зале и изучению теории, чтобы следующей весной вновь направиться и паруса по ветру. Елена Старостина, Евгений Грудев, телекомпания ТВИН. Елена Старостина, Евгений Грудев, телекомпания ТВИН. Елена Старостина, Евгений Грудев. Продолжение следует...